Ей было 9, когда началась война. Елизавета Николаевна Устинова до сих пор вспоминает, как, услышав объявление по радио, плакали женщины, а на следующий день бойцов провожали на фронт. На грузовых машинах постелили доски, и они сидели, и целая колонна пошла, повезла наших отцов. И мы вот с мамой смотрели, чтобы там до свидания сказать, помахать или что, не смогли найти. Потому что машины быстро-быстро ехали. «Женщина между собакой и волком» – фильм, рассказывающий о судьбе женщины, чей муж стал солдатом армии вермахта. Сама она приютила в доме участника антифашистского сопротивления. Трагедия и драма отдельно взятой судьбы. Фильм, в котором нет ужасов войны, в котором мы с вами привыкли, нет взрывов, нет убийств. Фильм больше психологический. Фильм, показывающий, как война отражается на жизни конкретного человека. Фестиваль «Тишина» проходит в рамках проекта «Самара. Запасная столица». Его организовало агентство коммуникации «Протон». Помимо кинокартин, которые привезли на фестиваль, был организован спортивный праздник. Создана школа экскурсовода-волонтера. Телеканал «Самара ГИС» выступает информационным партнером Международного кинофестиваля антивоенных фильмов «Тишина». Алина Чемерис, Сергей Баскин. События.